Необычные инсталляции начали появляться в центре Иваново. В сквере у дома корабля прямо из земли выросла кисть руки. А накануне жители соседних домов пожаловались, что рабочие забетонировали дерево. Как выяснилось, сделали они это вполне законно. Железобетонная конструкция – первый арт-объект в серии достопримечательностей селфи-маршрута. Его авторы планируют разместить в центре города различные граффити и скульптуры, с которыми захочется сфотографироваться. Она задекорирована под натуральный камень. И так она органично вписывается в среду. Что важно еще для образа – это символ руки природы, которая охраняет дерево. Сейчас год экологии у нас, и это очень символично. Над проектом статуи Игорь трудился около месяцев. По служдам списка мастера уже есть несколько серьезных работ. Он автор памятников ивановским меценатам. Неподалеку от руки появилась еще одна городская скульптура в виде застежки молнии. Выполнена она из простой тротуарной плитки из сплава металлов. Увесистая собачка молнии увенчана ивановским гербом. В городе появятся еще порядка 15 арт-объектов. Они будут с концепцией селфи-точек, которые будут стоять просто в городе. То есть по маршруту. Шереметьевский проспект, проспект Ленина, площадь Генкина и площадь Революции. Эти границы появляться будут в скверах, в проходных частях, на домах. Притворить задуманное в жизнь удастся лишь общими усилиями. На старте к проекту активно подключились представители власти, бизнеса и творческой общественности. Все заботы, связанные с получением разрешения на работу, взяла на себя городская администрация. А спонсорами выступают ивановские предприниматели. Потратили на две скульптуры почти 400 тысяч рублей. Где жители города увидят следующий арт-объект, авторы говорят неохотно. Но все же поделились, что до конца лета установят оригинальные лавочки в сквере у цирка. А на площади Пушкина есть идея установить настоящий памятник великому писателю. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.